книга открытым оком вопрос тема священства том 15 вопрос 3008 вами многие священники и монахи пренебрегают может потому что вы не священник а будь вы на их месте с положением при храме и пасти и возник не вот так же какой-то неформал то как бы вы поступили отвечает игнатий тихонович латкин священником я мог бы быть уже давным давно и не раз и даже более того мог быть и епископом на полном серьезе но даже увидев себя во сне священником я плакал безутешно поверьте что это не мое и потому меня могут воспринимать только как мирянина или отвергать тоже как мирянина простеца и не неприязнь и нелюбовь клевета и поношение меня от священников не за то что я мирянин а только за то что я высветил их несостоятельность и грубое невежество в священном писании в канонах в толковании слова божия они почти все невозрожденные почти все мертвые главное в их характеристики трусость корысть и бездарность бесталанность они не знают бога они не имели живой встречи с богом иеговой сыном его христом иисусом и не знают что такое слышать голос духа святого и быть водимым духом божьим не ломать божьего замысла нас я никогда не опускаюсь до их падшего уровня они лгут не боясь не бога не суда божия вот только самый последний их наезд на меня газета лампада свято-георгиевская церкви города новоалтайска номер 2 123 февраль 2006 год страница 5 кавычки открываются моя племянница очень верующая состоит в религиозной организации лапкина пишет 79 79 летняя ольга подстрелова ответ относительно в кавычках божественных людей надо быть осторожными особенно с представителями сект вот вы послушали совет одной из них и получили травму господь бы вас не осудил если он и осудит то за выполнение советов человека не знающего творений святых отцов за советом нужно обращаться православному священнику читать свято-отеческую литературу отвечает священник вячеслав данькин поясню что батюшка знает меня встречался со мной несколько раз когда я приезжал к ним в храм во время их бунта против их законного епископа антония мосевича когда они запарикадировались не пуская его к себе шла смертельная война за передел зон влияния денежных купюр снимала телевидение писали газеты распространялись с их стороны листовки дискредитирующие их правящего архиерея умершего в возрасте 41 года вырытого из могилы и увезенного в иное место по инициативе уже нового епископа максимом дмитриева за что последний схлопотал от несвятейшего дроздова порицания с обязательной публикации в их ипорхиальной мурзилки алтайская миссия старушка ничего быть может не знающие священного писания если верить всему в этой лампаде называет некую религиозную организацию лапкина с юридической стороны она права общину так и называют в отделе юстиции но там и нет такой организации если речь идет о крестовозвиженской общине рпцз города барнаула никогда и нигде не было такой организации лапкина но бабушка могла так слышать и так выразиться но вот уж священник вячеслав данькин никак не мог не знать что мы а точнее я православный он беседовал со мной имел наши материалы спрашивал у меня совета как им разрешится в той непростой ситуации с епископом антонием и тут он круга круто свернул сторону лжи то есть дьявола отца лжи начал говорить о религиозной организации лапкина лапкина как а секте может у него новые данные о нашей общине или обо мне ничуть просто он поп ему запрограммировано лагать а правду им говорить противопоказано как работать на стройке и это уже какая по счету публикация наезд на меня в их коптящие несгораемой ложью лампаде но ведь так хитро запутают любого что голыми руками их не возьмешь ныне это уже уроки дворкина судов боятся а лгать не боятся так по каким же признакам определил господин данкин что племянница подстреловая сектантка что за сведения он добыл чтобы так безошибочно заклемить эту еретичку из в кавычках секты лапкина конечно ничего кроме того что сказала ольга участница великой отечественной войны она же поведала как увидела в покровском соборе стоящую на коленях полслужбы женщину напротив алтаря и помолилась за нее господи какой же грех у этой женщине у женщины помилуй ее господи и тут старушке стало плохо ее словно сдавила племянница подхватила ее усадила на стул у входа сбрызнула водичкой дала попить а потом вывела на улицу и когда она рассказала племяннице о своих размышлениях племянница рассердилась ты с ума сошла может у нее непрощенный грех а ты просишь о помиловании больше нет ни слова в обвинении этой злой племянницы сектантки если эта племянница знакома с нашей общиной ходит на наши занятия то она знает побольше этой бабушки ольги побольше троих даньки них с погиблыми настоятелями и всего данного колена одно то что тут же вслед за такой молитвой была сдавлена и начала размышлять о своей ненужной молитве разве это господине данки ничего не говорит что племянница прозрительно увидела причину давит шую их прихожанки прихожанку до сдавливания откуда же поп взял что он прав данном случае у него может есть на то свидетельство от духа божия ничуть он же оракул и как шаман с бубном бьет в свой авторитет за советом нужно обращаться православному священнику то есть не к нему же конечно а то есть и к нему же конечно он не отсылает к библии библия их самый наизлейший враг ибо ничто так не обнаруживает подлость священников как библия если бы товарищ данькин любил библию то он бы так сказать должен то он бы сказать должен так как я сказал бы на его месте будучи не за каждого человека можно молиться так учит нас в святейшее вере святое слово божие иеремия 716 ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения и не ходатайствует предо мною ибо я не услышу тебя иеремия 11 14 ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений ибо я не услышу когда они будут взывать ко мне в бедствии своем 1 иоанна 5 16 если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти то пусть молится и бог даст ему жизнь то есть согрешающему грехом не к смерти если грех к смерти не о том говорю чтобы он молился племянница была права на сто процентов поп же ее осудил и тут же вышел на амвон и стал убеждать прихожан не судить никого то есть его а сам невинную племянницу осудил у такой племянницы даньки ним у такой племянницы данькиным не стыдно было посидеть и года три при ногах поучиться библии канонам трудом святых отцов по скрипту получив газету утром 14 февраля 2006 года уже через час я узнал что племянница это капустина татьяна кузьми нишна телефон 62 81 37 и она пошла к своей тете подстреловой ольги александров не телефон 62 47 15 адрес ярцинского 149 41 выяснилось что никакой водичкой не сбрызгивала на тетю и слов тех не говорила и пояснила ольга александровна что еще задавала вопрос в лампаду у нее муж георгий захарович умер несколько лет назад жили не венчина в бога он и яростно не верил до самой смерти говорил бога нет племянница ей тогда и сказала что за гробом нет покаяния и что в церкви за него молиться нельзя а только дома в келейная молитва с добавлением прошения о прощении самому себе за такую молитву евангелие от иоанна 3 36 верующие в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем евангелие от иоанна 3 18 верующие в него не судится они верующие уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божия евреям 11 6 а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает но в церкви есть сказал священник именно за таких и надо молиться племянница ответила согласно библии канонов церкви и святых отцов с которым хитро отсылают к которым хитро отсылают папы сами ничего не понимая в деле спасения а поп отвечал согласно поповских баек бабьих басней попыток совсем не верующие а только дым нагоняют и потому им церковно-славянско китайский непонятный никому язык нужен до зарезу чтобы никто ничего так и не понимал и не разоблачил подражания шаманскому камланью и тогда ольга александровна подала за упокой в церкви за безбожника даже неизвестно и ей крещен ли он был и увидела сон что перед ним торт порезанный на маленькие кусочки и он подает умершие родственницы этого вполне оказалось достаточным чтобы убедиться что поп прав по совету с татьяной кузьминишной позвонил ольги александровне назвался в трубке сердитый голос старушки спрай по совету с татьяной кузьми не позвонил ольги алексеевне назвался в трубке сердитый голос старушки спросил нуждается ли она в чем и ходит ли к ней танюша тут ее прорвало больше она ко мне не придет я больше ее верю простите что с вами разговаривала гудки пока бабушка это в церковь не ходила была нормальная женщина добрая ласковая как только стала причащаться так уподобилась одержимой ненавистью и поношением мне сказала и соседкам наказала чтобы я на дни и после смерти ее не молилась рассказывает ее племянница татьяна ужасное состояние патриархийной церковной полноты это все от недостойного причащения входит черный дух злобы лжи и умопомрачения и римея 23 28 32 пророк который видел сон пусть и рассказывает его как сон а у которого моё слово тот пусть говорит слово моё верно что общего у миккины с чистым зерном говорит господь слово моё не подобно ли огню говорит господь и не подобно ли молоту разбивающему скалу посему вот я на пророков говорит господь который крадут слова мои друг у друга вот я на пророков говорит господь который действует своим языком а говорят он сказал вот я на пророков ложных снов говорит Говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Безусловных положений нет, повсюду оговорки и поправки, приходится за правду попотеть, везде условия повисли, как пиявки. Без выбора ни шагу к рубежу, коллеги из «Если голосуют» и каждый раз идешь как по ножу, не по дороге торной, а в лесу я. Предложено и выбор предстоит, то выгода земная с кривотолком просеять рассуждением на сто сит и от начального нередко лишь осколки, Где послушание с прицелом не надень, и нужно свериться с писанием священным, спецовку, шапку, сапоги одень, придется выгребать против течения. А если оплошаешь, то будет кое-как у ослабевшего так многое на смарку, причин самоправдания, как песка, а после нутряною кровью харкать. Кругами адскими советского гулага придется мудрости искать по порошинке. Героям не поможет здесь отвага, и будет так, как сверху порешили. Счастлив тысячекратно и блажен, кому с Иисусом выпало брататься, отныне грех есть главная мишень, расчистить путь и, безусловно, к счастью. Есть твердость безусловная в Иисусе, в словах библейских, в Божьем обещании. Там мысли агнцами напажить и спасутся, потоки благодати зримо пред очами. Все во Христе стократно только да, и этот выбор выжиг все сомнения. От них и в памяти отныне ни следа. Жизнь воцарилась надо всем, что тленно. 13 февраля 2006 год Игнатий Лапкин